Да, это вот у нас Анатолий Анатольевич, а значит у нас здесь кемпинг, друзья, мы недавно здесь снимали, он называется кемпинг БАМ. БАМ, берег Азовского моря, где отдыхали? На БАМе, на берег Азовского моря. И вот у Анатольевича Анатольевича очень хорошее здесь предложение, дети до 7 лет бесплатно, вот расскажи, да, вот как вот у тебя? До 7 лет бесплатно, с 7 до 14, полцены, ну так 200 рублей с человека взрослые, ну почему с 14, с 14 они уже помогут зарабатывать деньги, нормально, приучать труду на детей. Машина 150 рублей, инвалиды там бесплатно у нас отдыхают. Вот это самое главное. Да, инвалиды бесплатно, ну если есть с малоимущих там и так далее, мы тоже подходим к этому, дифференцировано. Но, ребята, мы хотим сказать, что у Анатолия Анатольевича уже все занято практически, да, и лавочка закрыта, да, у тебя уже еще есть? Есть, значит, найдем, вот место здесь, там есть, туда он может подойти, и там казачья база наша, бывшая казачья сейчас вот, ну, через пососедство, она тоже свободная, там поселим, ничего. А я смотрю, я знаю, что я прикалываюсь, что у тебя забито реально просто, да, вообще, это, вот ребята приехали, они довольны живут, да, Это же экономия для семьи, какая большая. Конечно, да. Люди, кстати, вот, вот стоит вот Санкт-Петербург, они нас нашли по каналу, с Саратова приехали, тоже по каналу нашли, они, кстати, вот эти вот три дня назад у нас были, отдыхали, уехали где-то, номера поселились, а сегодня вернулись. Вернулись, да? Нет, мы будем здесь жить неделю, потому что здесь аура такая, здесь обстановка такая, и море рядом, я вот сейчас, Анатольевич, выйду, потом, вот сейчас мы с собой, ну, я иду, вот, провожают меня здесь. Вот, со Ставрополя к нам ребята приехали дальше. Привет Ставрополю, да, так что вот такие дела, друзья, посмотрите, здесь тенечек, тут хорошо. В Москве вот тоже по ютубу нас нашли, вот, ребята вот здесь живут. Ну, это хорошо, я вот рад. Вот здесь, кстати, они на двое суток все продлевают, вторые, третьи сутки тоже вот стали. И смотри, машина проста, ребята чисто экономят, да, вот получается. Вода, вон, душ, вот рядом вот у нас вот, вот этот вот душ вот, водичка, туалет, унитазы, все у нас есть. Так, то есть унитазы просто ты ходишь, да, как в туалетах, то есть нормально. Все как дома, ну, не золотые, конечно, но... Кафешечка рядом есть, я, насколько знаю, о, автодом даже, да? А вот, кстати, по ютубу даже нашли. Тоже по ютубу, да? Если будет желание, кстати... Ну, мы не будем мешать, наверное. По ютубу к нам приехали? Ну, мы не будем мешать вас, не беспокойтесь, а, если не хотите, привет передавать. Не мешаем, да? А, а можно тогда у вас, я спрошу просто, вот, раз у меня... Да, может, подождите, он сейчас придет, да. Да, я, как всегда, я мимо прохожу здесь, я не хочу мешать, честно, вот, да, не люблю мешать там. Ну, я смотрю, вроде бы, хорошо устроится, тенечки, да, нормально, не жарко здесь? Нет? Нет, отлично. В тенечке нет, если в тенечке, то нет. Рядышком, да? А вы откуда у нас приехали? В Москве. В Москве, а как зовут вас? Аня. Аня-то? Ана. Завтра, кстати, это все будет готово. А, интересно. Слушайте, ну, можете привет передать, если хотите. У вас много, я смотрю, детишки с собой, да? Привет всем отдыхающим. Всем привет, кто нас знает. Слушайте, молодцы. Классно отдыхаем, отлично. А готовите, я смотрю, тоже здесь, да? Ну, пока сегодня. А кухня какая? Костей ждем. Какая кухня? Армянская. Армянская. Армянская, да? Значит, я правильно так и подумал, да? Да. Ой, наверное, здесь такие ароматы, Анатолич. А вы вот кастрюлю, трешечку поднимите сразу. Давайте я вам покажу. Я прямо, я представляю, какая красота, друзья. Пожалуй. Смотри, смотри, как у нас все кипит. Посмотрите, да. Баранина это у нас. Баранина, да. Ребята, вы представляете? Представляете? Да, молодцы вы, конечно, девушки. То есть все готовится? Это хозяин сейчас придет? Да. Хозяин гостей пригласил. Он такой гостей ждет. Да, хозяин отличный. А, подождите, Анатолий Анатольевич разрешает сюда даже гостей пригласить. Я так правильно понял, да? Посидеть здесь, да? Все, молодцы. Я тогда за вас рад очень, короче. Спасибо. А вы путешествуете несколькими машинами или вот в этом доме, да? Да, несколько. Несколько? Так. А детишкам нравится здесь, да? Девочки, нравится вам? Да. И побегать есть где, да? Так, хорошо. А вот в этом кафе вы не были места встречи? Здесь у нас тоже Александр такой. Здесь тоже кавказская кухня. Мы вчера только приехали. Мы позавчера вечером. Вчера только были. Где мы? Терраса. Терраса, да? Ну там дорогой кафе, там такое оно. Ну вкусно. А здесь тоже кавказская кухня есть. Повар тут у нас кавказец. Там шашлыки, кстати, проверьте, где лучше будет у вас или там. И как вызывается? Вот место встречи здесь, на углу. На углу, место встречи. На углу, место встречи. Да, нам хозяева сказали. Корову вы когда можете попеть. До трех ночи там она сидит. Там девушка на семи языках поет. То есть вживую она такая. Обязательно просите. Смотрите, наш мамочка. Ой, подождите. Так. А я, наверное, не буду его снимать, да? Можно. Можно, да? Это вы мама, да? Да. Да, да. А как зовут малыша? Рафаэй. Рафаэй, да? Да. Красивый. Вот посмотрите, друзья, как хорошо здесь на природе. А это у вас и палаточки здесь, да, тоже? Это не наши. Ага. Ага. Машинка. Подождите, ребята. А вы вино от Николая Алексеевича пробовали? Да. Да. Кстати, можете тоже попробовать вот вы тут. А это свое? Нет, не свое. Нет, я не свое как бы. Мы тут местные пьем только хорошее. Вот как армянские, знаете, вот если женщины сами готовят у вас, да, это будет вкусно. А если где-то ты берешь полуфабрикат какой-то, это совсем не то. Поэтому мы пьем домашнее вино, домашнюю чачу. Ну, подходите, где-то 8.30 уже подойдут, мы накроем на стол и все, попробуйте наше армянское. Ну, вот я постараюсь и обещать не могу, к сожалению. Приходите, будем рады. А можно мы вас снимем? Да, конечно, давайте, пожалуйста, давайте. Давайте. Я постараюсь это видео, может, даже завтра выложу, может, вы себя увидите там, на память останется. Всем привет, друзья. Ну, может, мы еще зайдем в гости. Я, может быть, с Литочкой, со своей дочкой. Самое главное, вам нравится? Очень. Все замечания ко мне. Если какие-то что-то не нужно, все организуем. Нет, все нормально, все хорошо. Ладно, ребята. Самое главное, деткам нравится. Единственное, вы это не можете поправить, волны. Волны. А я, кстати, всем советую, здесь надо купаться. Вот вы не бойтесь. Я столько зрителей научил купаться. Они, кажется, страшны, да, но это не Черное море. Здесь безопасно. Тягунов нет. И ты, короче, ныряешь. Я когда первый раз оказался здесь, в Голубийской... Нет, мы ныряли. Вот даже детки у меня. А, ну, то есть... А детям понравится волна? Ну, это, конечно, на любителя. На любителя, да. То есть тут... У меня Риточка с детства, там, дочка моя, там, младшая, третья, она с детства у меня ныряет. Старшие не хотят волны. Ну, у меня дочки тоже там. А младшие за уши не оттащат. Они прям так обрадовались. Ладно, мы не будем вам мешать. Я прошу прощения, что мы тут немного отвлекли вас. Так, спасибо вам огромное. Все, спасибо. Пойдем в Санкт-Петербург. Сейчас я... Вот, ребята, посмотрите. Он без ноги, на ногах. А, тут у нас ребята такие, да, как... Ты же говоришь, что у нас с инвалидом получают. Нет, рыбак. Рыбак просит местного, значит, рыбака, который показал, где порыбачить. А, ну, это надо, да. У нас есть такой человек. Вот, друзья, посмотрите, обстановка здесь простая такая, да. Люди между собой разговаривают, дружат. Я сейчас вот поговорил тут с ребятами из Питера. Они сейчас будут ездить на рыбалочку. Я им объяснил, где у нас дикие пляжи. А вот тут вот выход к морю. Я вам сейчас, друзья, тоже покажу. Отдельно можно проехать вот на коляске. Смотрите, как наши ребята поехали, да, из Москвы. Анатолий что-то у нас показывает флаг свой. Вот такая сегодня история, друзья. Просто я... Ну, это видео я выложу чисто для, так сказать, для души. Вот как у нас люди здесь живут в Голубийске по-простому. Все хорошо. Люди все открытые. Очень много здесь зрителей, которые еще не согласились сниматься. К сожалению, не все люди любят показывать свою какую-то жизнь на ютюбе там или где-то еще, да. Поэтому... Смотрите сами. Вот она, Голубийское, Азовское море. У нас, как всегда, красота невероятная. Пусть на меня злятся люди, что, Василий, где ты видишь красоту? А я ее вижу, друзья. Вот она. Наша родимая Голубийская, наша родимая Россия, Азовское море. Не надо никакой ни Турции, ничего. Просто вот такая красота кругом. Посмотрите сами. Чистота. Люди радуются. А больше нам ничего и не надо. Приезжайте к нам в гости. Краснодарский край. Всем удачи, друзья, счастья. До свидания.